Пошли преодолевать это невежество. Сейчас возвращаемся в сад, что-то сделаем сегодня, потом поездим по дорогам, потом найдем, это я план вам объясняю, найдем 1, 2, 3, как бы их назвать-то, наверное, волонтеры. Это должна быть, конечно, женщина, почему? Потому что привлекает внимание к фирму, извините, я сценично говорю, вот, с неплохими формами, на которые я буду издеваться, то есть я буду диагностировать и даже немножко лечить. Вот так вот. Ну что, будем смотреть дальше, а? Пошли делать рамки. Ребенок стоит над душой и требует, чтобы я снял про него еще один фильм. Вот. Пробовал я его получить, стоять в стойке, делать блоки, ну, пока не получается. Вот. Не осваивает в этом возрасте. Но дело в другом. Дело в том, что наша страна, ее мужское население имеет страшный недостаток. Мужчины не умеют драться. Иногда проскальзывают ролики в этом самом, в интернете, да? День затевается, драка на улице. Кто-то кого-то обидел, кто-то кого-то оскорбил, машину подрезал. Деда, скажи, что я всегда тебя выигрывал. Да, ты меня всегда побеждаешь. Вот. И когда смотришь на эти неуклюжие попытки, когда смотришь, как дважды уже видел, когда ребенок падает с большой высоты, а люди боятся подойти, подставить свои руки. Вот. Когда на глазах всех убивают, бьют женщину, девушку. Вот. И в это время стоит толпа мужиков, по силе в сто раз, сильнее какого-нибудь хама. Вот. А на самом деле трусливых зайцев. Думаешь, господи, а зачем они в школу ходили? Зачем ходили в спортзал? А? Стоп. Стоп они сильными были. Ага. Дурю маются в этих спортзалах школьных. Ничего научить не могут. Не только в спортзалах, но и даже на уроках. Ну ладно, Тимош, я твою просьбу выполнил, ты тоже попадешь в этот фильм. Вот. Не обязательно тебе стать чемпионом. Теперь нелёвко. Не обязательно стать чемпионом по боксу. Но и унижать ты себя не позволишь в этой жизни. Деда, постой. Теперь тренировка? Ну, для этого надо сейчас выключить видеокамеру. Давай подерёмся. Мы дерёмся каждый день. Это мой принцип. Ребёнок требует продолжения съёмок и тренировки. Ну давай, только вот сюда вставай. Ну, стоечку. Давай. Да, 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 да. Ух ты, ногами нельзя. А чему? Ударишь. Давай. Так, так, так. Так. За счищение! За счищение! Так, друзья, переходим к практическим занятиям. Перед нами орудия труда. Будущее орудие труда. Вот. Рамки. Биолокационные, биорамки делаются из чего угодно. Вот. В принципе, в природе есть ещё понятие лазоходства. Когда из лазы делают рамки, они вращаются. Даже будучи не магнитами, вращаются в руках человека. А уж металлические рамки, медные, сталистые проволоки. Сам Бог велел делать. Вот. Поэтому мы их и делаем. Сейчас самые простейшие в руках нормального средней величины экстрасенсов. Они будут работать прекрасно. Без извращений, без изменений. Делают рамки. Ну, не знаю, может потом найду в компьютере. Если найду, покажу вам. Спирали видны. Вот. Делают рамки. Вот такие достаточно изощрённые. Если найду, покажу. Но, поверьте мне, все это изощрение нужны. Мы делаем простейшее и надёжное. И очень удобное. Итак, смотрите сюда. Берём обыкновенные электроды. Вот это электрод. Вот это электрод. Тут нам выбрало это место не случайно. Кругом бензопилы. Везде шум. Нашёл я сам в конце участка номер два. У них три. Вот это место, чтобы с вами спокойно пообщаться. Итак, это рамка с... Будущая рамка. Это сталистая проволока. И она покрыта. Покрыта, покрыта. Надо её будет сейчас очистить. Это электрод. Значит, здесь примерно 3 миллиметра. Вот. Нету микрометра. Но обойдёмся без него. Сейчас вам покажу рамку, очищенную заранее. Вот здесь где-то 2 миллиметра. Около 2 миллиметров толщина. Поняли, да? Очищается она легко и просто. На ваших глазах я очищаю. Пытаюсь ещё что-то поснимать между порым и ветром. Итак, готовая рамка. Чехол от шарика в ручке. Вот. Вращение лёгкое. Вот. Как ни сжимай её, она независимая. Кому-то это не нравится. Но это не нравится тому, кто ещё не научился ими владеть. Итак, вы должны ходить, чтобы рамки были параллельны. Вот представьте себе, что в другой руке вторая рамка, и они параллельны. И горизонтально, или почти. Потом научитесь. Я сейчас вам, так как я сам себе режиссёр, поможьте конец. Я вам покажу сейчас работу с одной рамкой. Для меня разницы нет, потому что они, так сказать, идентично ведут себя. Ну, не во всех случаях, но, по крайней мере, повторяют друг друга. А там, где это исключение справа, я вам скажу. Ну что, пошли. Вот здесь вот, ровненькое место. Почему? Потому что я это заранее знаю. Я здесь мерил десятки людей. В основном, от тех, кто участвовал в моих семинарах. А сейчас смотрите внимательно. Я сейчас покажу, куда мы... Где у меня первое и самое страшное биополе. Ой, биополе. Где патогенная зона? Внимание! Внимание! Вот. Так, жалко, оно, наверное, плохо видно. Так, сейчас я наберу скорость. Рамки еще со мной до конца не сгружились. Вот. Ну, пойдем быстрее. Пойдем быстрее. Ой. Рукоятка мешает. Вот так. Вот здесь вот. Она вот так вот идет. Я ее мерил не раз. Пересекает вот эту вот самую тропинку. И вот здесь у меня еще одно дерево было. Вот здесь вот так они себя ведут. Я спытаюсь. Эх, режиссер. Без помощника труда. Ну, еще раз. Давайте, пошли. Пошли. Пошли быстрее. А когда показываешь двумя рамками, гораздо эффективнее. На одном диске это есть. Вот здесь вот была полянка. Вот здесь были те самые злочастные сливы. Несколько десяток, которые погибли. Вот. Еще, может, одну-две фотографии найду. Уже остатков того, что было. Так. Вот навстречу идет Андрей. Сейчас я вам... Андрей, остановись на минуточку. Ты не испугайся. А то некоторые экстрасенсы, которых я замерял в биополе, почему-то странно себя вели. Боялись этого как огня. Значит, смотри. С одной стороны, вот видишь, я сейчас намерил у тебя метр биополя. Радиус диаметра 2 метра. Это стандарт. С одной стороны, у тебя было несколько операций. Было? 20. 20. Так. С другой стороны, это значит, что если ты живой, то биополе должно быть ноль. Почему у тебя целый метр стандарт? Объясняю. Работа в саду. Одна моя главная статья называется Работа в саду не засчитывается срок жизни. Вот. Это я, надеюсь, сотни тысяч людей это увидят и поймут, как важно работать в саду. Но еще отмечу. У тебя было бы биополе другое. Я не знаю. Ведь тебя же за все операции можно использовать как экспонат? То есть взять литовку, помахать, и биополе увеличится в 2-3 раза. Почему? Вращать... Ой, не вращать... Ну, фактически, вращательное движение. Работа с литовкой. Правильно? Да. Небольшой сюжет. Так как пришлось поменять планы на сегодня. И мы сейчас находимся в моем маленьком дачном домике. И сейчас его обследуем. Я его обследовал два года назад. Вот. Убедился, что он чистый. А потом выложил за него деньги. Не ради этого домика, а ради сада. Ради тех площадей, которые позволили посадить еще один сад. Который претендует на звание элитного. Ну, а сейчас я хожу по вот этому вот... Как бы кухонька с печечкой. И вот это вот небольшая комната. Вот. Как видите, рамки ведут себя... Рамка. В одной руке у меня вот аппарат с камерой, видеокамеры. Вот. Если бы я даже прошел бы пешком сейчас по вот этой кровати, вы бы убедились, что рамка ведет себя превосходно. И я вам, знаете, что скажу? Мне повезло. Сейчас я залезу на диван с ногами. Мне повезло. Редчайший случай. Вот. По крайней мере, в том месте, где находится спальня. То есть, где те люди спят, спят дети. Мы взрослые. Вот. Везде чисто. Это очень редкий случай. Это просто удивительно. Потому что мне за мою жизнь только один раз пришлось... Пришлось в целой квартире, где был больной человек, сильно больный, не найти никаких подозрительных мест. Такое со мной случилось один раз. Вот. Обычная связь прямая. Болеет человек, спит на геопатогенной зоне. Вот. Но я стараюсь быть предельно объективным. Вот. И вы будете делать то же самое. Еще раз глядим. Вот это вот рамка. Вот так вот она выглядит. Вот это вот. Так называемый колпачок от шарика ручки. Вот. Он позволяет, не сжимая его со всей силы, не влиять на положение рамки. Ваша задача, друзья, научиться одной-двумя владеть. Чтобы она была параллельно движению. Вот так вот. Вот. И практически в горизонтальном положении. То есть, чтобы она жила, как сказать, если его так держать, с наклоном, да, конечно, она даже в геопатогенной зоне за счет собственной тяжести будет плохо реагировать. Научитесь держать перпендикулярно. Вот. Потом вы заметите, что она зажила своей жизнью. Это касается всех людей, чьих геополе от метра и более. А таких у нас в стране меньше, чем надо бы. У нас страна больных людей. Вот. Но тем не менее, прошу заметить, несколько миллионов потенциальных экстрасенсов у нас имеется. Мы с вами будем их выявлять. Вот. А пока заканчиваю обход этой самой небольшой комнаты, небольшого домика. совершенно чистого. Стал бы я его покупать, если бы вот я здесь, вот рамки бы вращались бы вот так бы. Вот так бы. Вот так бы. Вот так бы вращались, если бы. Вот. А мы найдем такие места. Но для этого придется переместиться на улицу. Значит, что я предлагаю? Сейчас мы с вами походим как минимум по одному участку, может по двуму, может по всем. Продолжение следует...